Святый Екатерининский мужской монастырь в скором времени будет отмечать 355-летие. Многое пережила обитель за три с половиной столетия. Особенно трагична ее судьба в 20 веке. Место, где возносились молитвы к Богу, в годы репрессий стало местом гибели и страданий тысяч людей. Чтобы была жива память о тех страшных днях, в обители стараниями Виктора Жирина, одного из послушников монастыря, организован музей. Рассказывает Людмила Медведева. Музей, рассказывающий о самых трагических страницах истории Екатерининского мужского монастыря, разместился в небольшом помещении одного из зданий обители. Он создан по благословению настоятеля владыки Тихона. Стараниями послушника Виктора здесь собрано небольшое количество экспонатов, оставшихся от того времени, когда в монастыре размещался спецобъект номер 110. Все было уничтожено, вывезено, вычищено, скрыто. Хранитель музея живет в монастыре около пяти лет. У каждого пришедшего в обитель служить свой путь. В свое время я закончил университет, Мехмат. По специальности я математик-вычислитель. Работал в разных организациях, когда еще до пенсии. В том числе ЦАГИ в Жуковском. У моей жены Натальи обнаружили рак. Она перенесла тяжелую операцию. И вот врачи ей уже приговорили его. Поэтому мы в какой-то момент, к этому времени мы уже пришли к вере. Мы ходили регулярно в храм. Жена Виктора умерла. Он принял решение жить монашеской жизнью. Я нашел здесь себе свое предназначение, свое место. Потому что мне удалось здесь организовать и устроить музей. Я считаю, что это очень важное дело в наше время. Потому что история у нас совершенно заброшена. Она неизвестна. Мы еще не отплакали, не отстрадали за тех людей, которых мы, в общем, обрекли. Ну, мы все причастны к этому. В музее размещены фотографии некоторых людей, так называемых врагов народа, которым пришлось ждать своего приговора в застенках Сухановки. Так окрестили это место жители. В тюрьме содержались наряду с высокопоставленными лицами государства и простые граждане. Картины, скульптурные изображения выполнены самим послушником Виктором. Он имеет, к тому же, и специальное художественное образование. Чтобы как-то восполнить вот эти пробелы, то есть отсутствие вот этих вот артефактов, я вот изобретаю всякие такие возможности, эти построения там и инсталляции, которые могли бы дать представление об этом времени. В музее монастыря разместились и стенды, рассказывающие о возникновении обители, картины с изображениями ныне здравствующих священнослужителей и ушедших в мир иной. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова